И смысл проведения гипнотерапии в формировании этого состояния и определенная продолжительность во времени, собственно, должна быть смоделирована специалистом для того, чтобы человек не ушел в обычный физиологический сон. То есть, по большому счету, гипнотерапия – это моделирование состояния между бодрствием и сном и соответствующего закрепления этого состояния во времени. А сколько времени сеанс продолжается? Ну, это зависит уже от типа нервной системы, от надобности терапевтической. В среднем есть какие-то? Ну, от 20 до 40 минут длится непосредственно сеанс, ну, плюс, естественно, обсуждение и, так сказать, прочие технические детали. То есть, человек, например, 40 минут находится в состоянии полусна, в состоянии под гипнозом, да? И потом вы его пробуждаете как-то, выводите из этого состояния, вы еще потом обсуждаете, то есть вы даете какую-то оценку происходящему? Ну, естественно, естественно. И так как первые сеансы гипнотерапии, прежде всего, диагностические, само собой обсуждение, оно входит в план психотерапии. Вы знаете, у нас на сайте есть вопрос от Александры, который, видимо, знакомый даже не только с вашим таким направлением деятельности, но еще и с вашим творчеством. Можно немножечко отступить от темы и задать его? Расскажите о вашем фильме «Магия Африки», о чем он и почему вы нашли столько сил и времени, чтобы его снимать. Есть у вас фильм прям? Ну, мы в содружестве с моим другом Стасом Славяковским сняли два фильма. Название несколько в данном случае иное. Первый фильм называется «Крест и череп», второй «Эфиопский транзит». Премьера состоялась 17 мая в мультиплексе «Салют» в Большом зале. Ну, фильм до сих пор, кстати, идет в прокате. Что касается поездок на Запад Африки и в Северную Африку. Это часть моей работы по исследованию тех или иных методов психотерапии в условиях, так сказать, полевых, я бы сказал. Так как религия, которая в этих местах является коренной, называемая Вадун, в общем-то религия основанная на медицинских знаниях прежде всего. И, соответственно, мой интерес здесь не только вот такой гуманитарный, но и профессиональный. И, естественно, что помимо, так сказать, своих каких-то профессиональных задач, мы создавали и такой продукт, который мог бы увлечь людей, которые никакого отношения к психотерапии не имеют. Спасибо, очень интересно. Я, на самом деле, не знала о Вашей этой деятельности. А скажите, пожалуйста, ведь вообще ведьмы и колдуны, ведь они очень давно используют различные методы введения в какое-то состояние. Это тоже методы введения в гипноз? Или вот состояние то отличается от гипноза? Вы понимаете, современная психотерапия вышла из народной психотерапии. Естественно, большинство методик так или иначе перекликаются с тем, что было до нас. И никто ведь здесь велосипед не изобретает. Просто мы живём в современном мире, и определённые явления, определённые, ну скажем так, психические расстройства мы называем другими терминами. Когда-то неврозы, панические атаки или реактивные депрессии назывались уроками, прикосами, назывались порчей, сглазом и так далее. И методологическая база, даже если говорить об основном методе нашей замечательной наркологии, пресловутом кодировании, ведь даже здесь речь-то ведь идёт о чём? О фактическом перенесении так называемого метода зароков, который бытовал когда-то, и занимались этим вопросом специально подготовленные священники, по сути перекочевал в наркологию. Метод кодирования? Это бывшие, так называемые, зароки, только на место авторитетного священника встал человек в белом халате и золочёных очках. Вопрос с сайта. Это же такой интимный момент. Я бы постеснялся, что в полубреду наговорю разные чепухи. Ваших клиентов не бывает чувства стыда после сеанса? Во-первых, пациенты не говорят в ходе сеанса, говорю в основном я. Начнём с этого. Пациенту не нужно говорить, более того, релаксация настолько глубока, что даже если бы человек и захотел что-то говорить, полагаю, у него бы это не получилось. Поэтому стыдиться, вы понимаете, это странный очень вопрос, и в данном случае я бы сам, например, с удовольствием бы в качестве профилактики походил бы на сеансы гипноза, но мне, к сожалению, ходить некому. Ничего здесь стыдного быть не может. Это лечебная практика, которая также, так сказать, имеет право на жизнь, как любые другие методы лечебного воздействия. И более того, если говорить о клинике нервных расстройств, гипнотерапия – древнейший способ восстановления центральной нервной системы. Вопрос сайта от Татьяны. Какой процент людей не поддаётся гипнозу? Это наследственное или можно научиться не поддаваться гипнозу? Есть такие люди? Вы понимаете, в данном случае идёт подмена понятий, и поддаваться или не поддаваться – это вопрос борьбы между людьми. Понимаете? Если я хочу кого-то в чём-то убедить, тогда, наверное, это имеет место быть. Но этот метод называется сугестией, то есть внушением. Гипноз – это не попытка навязать кому-то какие-то мнения, суждения или, так сказать, новый вариант восприятия самого себя, или, как многие думают, как происходит лечение в гипнозе. Ну, наверное, специалист что-то внушает человеку. Вот он внушил ему, что тот не будет чихать, и что у него будет, так сказать, хороший сон. Вот, соответственно, он перестал чихать, и у него хороший сон. Вы понимаете, это невежественное понимание. В данном случае речь идёт о чём? Гипноз – это состояние восприятия, которое присуще практически любому живому существу. То есть нет людей, которые не поддаются? Конечно. Ещё раз повторюсь, есть человек, который не хочет войти в состояние гипноза, он в него и не войдёт. Понимаете? Вот о чём идёт речь. И поэтому гипнотерапию применить можно только в терапевтических целях. Если мы говорим о других методах воздействия на человеческую психику и на сознание, когда мошенники, так сказать, пытаются продать человеку вещь ему ненужную, либо, так сказать, цыгане пытаются использовать... Это, кстати, очень интересная тема. Я бы хотела вас как-нибудь пригласить к нам, обсудить её. Вот. Поэтому всё, все эти механизмы, они никакого отношения к механизмам гипнотизации не имеют. Это совершенно другой, другой способ воздействия на человеческое сознание. И здесь нужно этому давать очень чёткую оценку. Человек, который входит в поле взаимодействия с мошенниками, обычно подвергает опасности не только свой кошелёк, но и свою психику. Потому что эти методы опасны как для финансового положения пациента, так и для его психофизиологического состояния. И в ряде случаев действительно людей вводят в специфическое состояние, которое характеризуется как раз избыточным возбуждением нервной системы. Гипноз – это торможение нервных центров. А вот эти состояния, они близки к истероидным. Такие состояния раньше называли истероидный гипноид. И эти состояния, конечно, для человека не полезны. Но называть их гипнозом – это просто невежество. Вдогонку вопрос от Дениса с сайта. Почему люди не хотят поддаваться гипнозу, но цыгане всё равно дурят им голову? То есть это какой-то другой метод, это не гипноз. Я уже об этом только что сказал. Просто опять новый вопрос, поэтому вкратце просто это разные методы. И гипноз применяется только в полезных целях, а всё остальное – это не гипноз. Скажите, пожалуйста, какой самый необычный случай, связанный с гипнозом? От какой зависимости, например, вам удавалось вылечить? Бывает такое, что просто от влюблённости? Ну, скорее, это не влюблённость, а зависимость, энергетическая зависимость от того или иного человека. Это может быть зависимость, которая оценивается как любовная, это может быть зависимость от группы людей, такая социальная привязанность и зависимость. Связано это, естественно, с определёнными проблемами нервной системы. И так же, как с другими формами зависимого поведения, можно, так сказать, проводить определённые психотерапевтические мероприятия, тем более, если человек сам этого хочет. Само собой, если человек приходит в тяжёлое состояние, то есть тяжёлое депрессивное состояние, ничего с этим сделать не может, естественно, психотерапевт должен помочь в этой ситуации. Скажите, гипноз может как-то навредить? Вообще были такие случаи? Если речь идёт действительно о клиническом гипнозе, а не о каких-то странных манипуляциях цыганам и ещё, и же с ними, конечно, не может. По определению, физиология гипноза – это физиология засыпания. Физиологический сон человеку никогда не мог повредить. Можно я вас перебью, потому что у нас есть звонок от телезрителя. Пожалуйста, задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Подскажите, есть ли у вас опыт работы с гипнозом людей делать, будем говорить, так стройными, под гипнозом, чтобы сбросить вес? Я понимаю. Речь идёт о пищевой зависимости. Да, конечно, да. Ну, естественно, так как переедание – это симптоматика чаще всего невротическая, это компенсация невроза, то есть избыточного возбуждения нервной системы. Гипноз здесь, естественно, показан. И когда речь идёт о коррекции тех или иных видов расстройств поведения или, если мы говорим конкретно о пищевом расстройстве, расстройстве пищевого поведения, конечно, гипнотерапия здесь может сыграть неоценимую роль. И очень часто ведь речь идёт о чём? О том, что избыточное возбуждение нервных центров человек должен компенсировать тем или иным вариантом поведения. Чаще всего и самые известные варианты – это алкоголизация, это курение, это переедание, наркотизация, то есть это всем известные вещи. Это понятно. Ну вот я конкретно про себя говорю, я ни курю, ни пью и никогда ничем не увлекалась, понимаете? Но вот 50 лет – такой возраст, когда начинаешь просто в год набрать очень… 30 килограмм – это даже не… это что-то. Вам нужно подъехать на консультацию, и на консультации уже после сбора анамнеза можно будет решить вопрос о назначении того или иного вида психотерапии. Это в Екатеринбурге, да? Да, конечно. А вы дождитесь конца программы и узнаете все контакты и координаты, как можно обратиться к нашему клиническому психологу. Спасибо большое. Как раз время нашей программы подошло к концу. Надеюсь, что вы к нам ещё обязательно придёте, потому что вопросов много, и мы, как всегда, не успели ответить. Все непременно. Оставайтесь с нами на связи, обязательно увидимся в следующую среду. Записаться на приём к клиническому психологу Игорю Владимировичу Белоусову можно по телефону 213-99-05. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!